Всем привет, на связи магазин Деда Митя. Меня зовут Кирилл и сегодня у нас подробный обзор Pinpointer Sphinx 01. Его история появления, подробные характеристики и в конце обязательно тест. Не переключайтесь. Вообще история появления Pinpointer Sphinx в России достаточно интересная. Все начинается с осмотровых металлоискателей этой самой фирмы, которая в России производится не первый год. Данная модель была самой первой в линейке Pinpointer от компании Sphinx и российские поисковики торжественно и восторженно воскликнули «Свершилось!» Наконец-таки первый серийный Pinpointer, да еще и с такими характеристиками. Рабочая частота устройства составляет 12 кГц. Следовательно, он будет прекрасно видеть мелочь, особенно такие мелкие монеты, как чешуя. Также в приборе заложено четыре уровня чувствительности, три из них фиксированы и один уровень, который вы можете настроить под себя. И в целом все это управляется через восемь заложенных режимов в самом Pinpointer. Питание устройства осуществляется от батарейки типа Krone, которого хватит по заявлению производителя до 60 часов работы. Но у нас в ассортименте есть аккумулятор типа Krone на 250 мАч, который можно перезарядить до тысячи раз. То есть тысячу раз вы можете сэкономить на батарейках. Ну а для того, чтобы зарядить данный аккумулятор, у меня для вас также есть два замечательных зарядных устройств фирмы Robiton. Первое устройство у нас идет зарядное от USB. То есть вы можете его использовать вообще в любых условиях, где угодно. То есть в поле можете от Powerbank заряжать, в машине можете заряжать от прикуривателя дома, от компьютера, от USB розетки и зарядного устройства от вашего телефона. То есть либо 4 аккумулятора типа 2А или 3А и соответственно здесь у меня есть два слота под аккумуляторы Krone. USB кабель будет здесь в комплекте. Ну либо классический вариант. То есть с одной стороны у нас зарядная вилка идет, который мы вставляем в обычную розетку. И также 4 аккумулятора либо у нас идут типа 2А, 3А. То есть пальчиковый и мизинчиковый есть по-простонародному. И соответственно два слота для подключения вот таких вот батарейки типа Krone. Что касаемо физических характеристик, Pinpointer тоже хорошо сделан. У него есть стандарт защиты от воды IP68, что следовательно можно его погружать под воду до 3 метров, до получаса. И с ним ничего не произойдет. Но я видел одно видео, которое свидетельствует о том, то что можно погружать еще на большую глубину и тоже ничего не произойдет. Но делать этого я вам не рекомендую, так как если с ним что-то произойдет, это уже будет не гарантийный случай. Также есть температурный диапазон, в котором он может работать. Это либо в мороз до минус 20, либо жара до плюс 60. Следовательно и в подмосковные зимы можно копать и где-нибудь в Сахаре, либо же в Египте вы можете спокойно взять его с собой, по жаре ходить с ним. Pinpointer будет чувствовать себя вполне себе прекрасно. Давайте откроем данные чудесные устройства. Здесь у меня сразу хочу сказать, что почему два Pinpointer? Потому что производитель сделал два цвета. Черный и оранжевый. Кому как больше нравится, в ассортименте есть оба. Комплектуется Pin очень хорошо. В комплекте сам Pinpointer. Дальше идет у нас кобуран. Тренчик не потеряйка. Батарейка типа кроны. И соответственно немного макулатуры, которая поможет нам разобраться с устройством самого Pinpointer. Открываем крышку. Здесь что мы видим? Здесь у нас идет уплотнительное кольцо для того, чтобы влага не попадала в сам Pinpointer. И здесь у нас как раз таки отсек для батарейки. Батарейку мы сейчас вот так вот аккуратненько снимаем пленку, упаковку. И здесь все сделано так, чтобы вы не перепутали, какими контактами, поставить, чтобы ничего не перемкнуть. Включаем Pinpointer. Pinpointer уже отстроился. И в принципе он уже готов к работе. Здесь у нас также ничего не меняется. Здесь у нас сам Pinpointer. Кобура. Тренчик не потеряйка. Причем должен заметить, тренчик очень хорошего качества и тянется очень хорошо. И обратно возвращается в исходное положение. Батарейка, которой вам хватит на сезон. Но опять же напомню, чтобы батарейки на них не тратиться, можете купить себе аккумуляторы. И вообще в течение всего срока службы, сколько он у вас будет, год, два, три, пять, десять лет. Я не знаю, как будете к нему относиться, так он у вас и послужит. Все точно так же. Прорезинивое кольцо специальное. Все. Три секунды, Pinpointer готов к работе. У Pinpointer Sphinx 01 есть замечательная функция потери. В течение пяти минут, как Pinpointer находится в режиме сканирования, если его не трогать или он у вас выпал где-то, после пяти минут по истечению он начнет издавать специальные звуковые сигналы. И так будет в течение сорока минут. Так, приступим. Sphinx 01 настраивается и включается все одной кнопкой. Короткое нажатие Pinpointer включился. Зажимаем на две секунды и Pinpointer перешел в режим отстройки. Первый, второй, третий режим, четвертый режим настраиваемый. Первый вибро, второй, третий, четвертый режим. Ну а ставим на первом уровне чувствительности. Следовательно, первая цель у нас будет чешуя. Один и один сантиметра. Советский пятачок 30-го года. Три сантиметра. Две копейки Николая II. Два один сантиметра. Катькин Питак. Два и семь сантиметра. Второй режим чувствительности. Два. 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 Первая цель. Чешуя Михаила Федоровича. Два и девять сантиметра. Пять копеек советских. Пять один сантиметра. Две копейки Николая II. Два. Два. Четыре один сантиметра. И пять копейки Екатерины II. Пять и семь сантиметра. третий режим чувствительности чешуя четыре с половиной сантиметра советский пятачок 7,8 сантиметра две копейки металла и второго 6,5 сантиметров и кастинг пятак 8,6 сантиметров фантастическая глубина и так четвертый уровень чувствительности что это такое само по себе это пользовательская программа в которой вы сами настраиваете ту скажем дистанцию с которой у вас будет ловить предметы ваш пинпоинтер то есть мы включаем пинпоинтер включаем отстройку дожидаемся пока он загорится красный светодиод пинпоинтер будет себя вести очень скажем так импульсивно и вы будете думать что он как-то не исправен подносим на нужную нам длину я хочу чтобы у меня с 3 сантиметров ловил чешуё зафиксировал ставим четвертую программу первый первый режим второй третий четвертый пинпоинтер отстроился устанавливаем его на 0 и проверяем получилось ли у нас настроить его чтобы чешую он видел именно с 3 сантиметров да как видите это работает у пинпоинтера сфинкс 01 есть еще такая функция фонарик но у большинства есть я сейчас покажу как настраивать как она включается или отключается для этого во включенном состоянии мы вот эту кнопку зажимаем появляется сигнал и в принципе все у нас остается гореть зеленый свет который свидетельствует о том то что пинпоинтер находится в рабочем состоянии по своей простоте устройство имеет различные настройки которые вы можете изменить под себя в любой момент ценник я считаю достойны и доступны в наличии всегда есть два цвета это оранжевый и черный и как я считаю это одно из лучших предложений на рынке у меня на этом все ссылка на данные товары будет в описании и пинпоинтеры и зарядки ставьте лайки подписывайся на наш канал делитесь данным видео со своими друзьями и до новых встреч